Ваши личные взгляды недостаточно хороши. Мне в голову сразу приходят молодые родители. Правда же, вам очень нравится, когда у вас дома гости, а ваш новорожденный ребенок не может уснуть и без устали плачет. И тогда все внезапно становятся экспертами по сну. Один говорит, не нужно его успокаивать, пусть выплачется, он должен уснуть сам. Второй говорит, пусть поплачет пять минут, а потом нужно его успокоить. Третий говорит, ребенка нужно успокаивать сразу же, как только он заплакал, иначе потом у него будут психологические проблемы. Столько советов, что можно потеряться. Правда же, это раздражает, когда люди пытаются дать вам совет, когда вы не просили об этом? Разве люди не знают, что им не нужно пытаться исправить то, что их не просили исправлять? Давайте посмотрим, что об этом говорит книга «Притчи», «Притчи 12.1». Кто ценит знания, ценит строгость, а кто ненавидит обличение, глуп. Очевидно, что мы глупые, если нас раздражают чужие исправления, чужие советы. Когда родители слышат этот стих, они чувствуют себя оправданными и начинают во всем исправлять своих детей. Если это вы, то не очень радуйтесь, потому что это значит, что вам нужно также принимать исправление от своих детей, если они говорят вам об излишней опеке. Этот стих называет всех нас глупыми, если мы обижаемся или игнорируем исправление. «Признаюсь, что я часто бываю глупым и могу проигнорировать хороший совет из-за чувства гордости или неуверенности в себе. Надеюсь, вы не против того, что сегодня вам будет проповедовать глупый пастор». Если мы перестанем обороняться и пойдем к Слову Божьему со смирением, то увидим, что в нем содержится мудрость, которая может сделать нашу жизнь лучше. Сегодня мы попрыгаем по всей книге притчей и рассмотрим разные мудрые высказывания о советах. Начнем с притчей 3, 11 и 3, 12. «Сын мой, не отвергай наставления Господнего, от поучения его не отвращайся, ведь кого любит Господь, того и воспитывает в строгости, как отец желанного сына». Вы думаете, какое отношение этот стих имеет к советам? Тут используются слова «наставление» и «воспитание в строгости». А они еще более авторитетны, чем совет. Однако они пересекаются с советами, потому что Бог через наставление и воспитание в строгости говорит нам, «как нам жить» и исправляет наши неверные решения. Итак, что касается советов о том, как лучше всего жить и поступать, то лучший источник советов — это Бог. Поэтому пункт 1 — это Бог. Лучший источник советов. Вот с чего нужно начинать, потому что мы можем полагаться на мудрость и мнение других людей, но не находить времени для Бога в принятии важных решений. Каждый день мы принимаем огромное число решений. Некоторые из них согласуются с тем, чего хочет для нас Бог, а другие — нет. Когда наша жизнь противоречит Божьим путям и Божьей воле для нашей жизни, нам не нужно удивляться, когда Он дисциплинирует нас и становит нас на место. Многие из нас не любят дисциплину. Мы не любим, когда нам дискомфортно или больно. Но в Библии множество примеров того, как Бог дисциплинировал людей за их злые поступки и непослушания. Например, числа, 12 глава, когда сестра Моисея, Мириам, начала жаловаться на лидерство Моисея, потому что хотела иметь больше власти. За жалобы на Моисея Бог дал ей проказу, чтобы привести ее в чувство. Моисей попросил Бога за нее, и она выздоровела. Никто не хочет страдать от такой ужасной кожной болезни, как проказа. Но в случае с Мириам Бог по всей милости ввел ее в это состояние, чтобы разбудить ее. Ей нужно было доверять Богу, который сам назначил Моисея главным лидером над израильтянами. А еще Он дал ей влиятельную должность пророчицы Израиля. Дисциплинирование с помощью проказы спасло ее от более ужасных последствий, и даже народ Израиля. Кто знает, к чему могли привести ее жалобы и критика Моисея. Это история из Библии. Но в моей жизни тоже были моменты, когда Бог дисциплинировал и давал мне советы, которые мне нужно было услышать. Помню, как я был разочарован работой в церкви. Я думал, действительно ли Бог призвал меня быть пастором, или же у меня было бы больше возможностей евангелизировать и свидетельствовать об Иисусе, работая на обычной работе. У меня появились различные возможности, и рассматривая их, я пытался понять, призван ли я быть пастором. Бог напомнил мне о том времени, когда я перегорел, и у меня целых три года была апатия. И я не думал, что еще когда-либо я смогу так ревностно служить Богу. Через полтора года мне стало только хуже. Я был уверен, что моей жизни и моему будущему пришел конец. Я начал взывать к Богу и спрашивать, почему Он так рано лишил меня способности работать. В молитве я увидел Иисуса, который одевал мне на голову очень красивую корону. Я сразу же отогнал от себя это видение, потому что решил, что оно не может быть от Бога. Это было больше похоже на гордые фантазии моего разума. Отогнав от себя это видение, в молитве я почувствовал, что Бог побуждает меня прочитать первое послание Петра. И в пятой главе я прочитал, как Петр говорит лидерам церкви, что если бы они были верными, то придет Иисус и даст им неувидающий венец славы. Прочитав это, я был ошарашен. Бог сказал мне, что Он по-прежнему имеет план для моей жизни. Я выйду из этой апатии и буду служить как один из лидеров церкви. Прошло несколько лет. Я пришел в норму, но я вернулся к чувству разочарования. И пока я думал над другими местами работы вместо служения, вместе со мной молились люди, помогая мне понять, что мне делать дальше. И в этот период, в разное время, ко мне подошли три разных человека. Первый сказал, «Я увидел тебя в видении, и на тебе была корона». «Для тебя это что-то значит?» Я рассмеялся и сказал, «Серьезно?» «Ну ничего себе». Прошел еще месяц, и ко мне подошел другой человек. Я молился за тебя, и мне в голову пришло 1 Петра 5.4. «Для тебя это что-то значит?» Я сказал, «Да, это очень важно». Через месяц или два после этого ко мне подошел еще один человек и сказал, «Я видел видение, и в нем ты шел с Иисусом, и на тебе была корона». А Иисус повторял, «Корона все еще на твоей голове». Не волнуйся, корона все еще на твоей голове. И в тот момент я понял, что Бог пытается сказать мне. Мое пастырское призвание было по-прежнему живым и актуальным. И каждый раз, когда я падаю духом, Бог напоминает мне об этом. Он переключает мой фокус и указывает мне на то направление, в котором Он хочет, чтобы я шел, несмотря на разочарование. Мы не всегда знаем, почему что-то происходит. Не все плохое в жизни это проявление Божьей дисциплины, но также это не всегда проделки дьявола или просто совпадение. Из этого стиха в притчах мы знаем, что иногда Бог дисциплинирует нас. Он позволяет боли или дискомфорту войти в нашу жизнь, потому что Он любит нас. Это исправит нас и поможет нам жить так, как Он повелевает в Своем слове. Притчи учат нас тому, что из каждой ситуации можно извлечь какой-то урок о Боге. Притчи учат нас наблюдать за мудростью, которую Бог вплел в Своё творение. Наблюдая за всем этим, мы можем наполниться Божьей мудростью. Если нам нужен совет, то Бог первая инстанция, к которой нам нужно обращаться. Мы знаем, что Библия не говорит детально обо всех решениях, которые нам следует принимать. Поэтому в Своем слове Бог рекомендует нам прислушиваться к советам других людей. У других людей есть жизненный опыт, уникальный взгляд на вещи и даже мудрость от Бога, которые они могут помочь нам и даже изменить нашу жизнь. Если говорить о советах других людей, то с чего же нам начать? Нам нужно проверить свою команду и общаться с мудрыми. Бог — это лучший источник советов, но есть и люди, которые могут дать нам благочестивые советы. Как нам решить, кого именно нам стоит слушать? В притче 15.12 сказано «Глумливый не любит, когда его упрекают, не станет он с мудрым советоваться». Это негативный пример для тех, кто не любит принимать исправление из гордости. Поэтому они избегают мудрых людей. Одно из значений этого стиха — это то, что все мы нуждаемся в исправлениях в разные периоды жизни. Если мы будем общаться с мудрыми людьми, то есть большой шанс, что они скажут что-то, что противоречит нашим взглядам, у всех нас есть неправильные и нездоровые взгляды на какие-то вещи. А мудрый человек может дать хороший совет, чтобы исправить нас. Но у нас есть выбор. Будем ли мы обращаться к мудрым людям, несмотря на то, что они могут дать совет, противоречащий нашим взглядам, или же мы будем избегать их и обращаться к тем, кто соглашаются со всем, что мы говорим. Помню, как мне предстояло принять важное финансовое решение относительно машины. Сумма была в два раза больше, чем я рассчитывал. Но от скуки и из любопытства я увидел внедорожник и решил связаться с продавцом, чтобы уговорить их сбросить цену на 30% от рыночной стоимости. Когда я понял, что этот внедорожник действительно может достаться мне, лишь немного превышая мой бюджет, я начал советоваться с мудрыми людьми в моей жизни. В этот список входят такие люди, как пастор Рэй, пастор Уилли, Пенни и мои самые близкие друзья. Не говорите им, что я считаю их мудрыми, а то они могут возгордиться. Признаюсь, что изначально я не хотел просить у них совета. Я переживал, что они скажут мне, чтобы я не брал эту машину, а я уже убедил себя, что это хорошее вложение и не хотел, чтобы меня переубеждали. Я избегал этих людей, чтобы они не подумали, что я материалист, раз хочу купить такую вещь, ведь я не знал, что они уже давно поняли, что я материалист. Все мы нуждаемся в доработке. Итак, спросив совета у всех этих людей, я получил мудрый совет и в итоге отказался от хорошего предложения. На этом этапе моей жизни было куда мудрее купить машину подешевле. Я мог обратиться к некоторым людям, которые поддержали бы меня и сказали, что я могу купить себе любую машину, но, слава Богу, в моей жизни есть мудрые люди. Эти люди посоветовали мне совсем другое и уберегли меня от покупки, которая могла бы привести к большим расходам из-за очень дорогой покупки. Совет этих людей спас мне жизнь, а как понять, какие люди мудрые и кто должен быть среди наших советчиков? Во-первых, найдите людей, которые будут указывать вам на Иисуса. Во-вторых, найдите тех, кто не боится бросать вам вызов. В-третьих, найдите тех, кто живут так, как проповедуют. И в-четвертых, найдите тех, чьи советы приносят жизнь. Притчи 15.31. Слушающий благотворный упрек будет как дома среди мудрецов. Если мудрые люди будут основным источником советов для нас, то со временем мы сами станем такими, как они. И тогда мы сами сможем предложить кому-то хороший совет, который изменит их жизнь к лучшему. Хороший совет это как подарок, который постоянно передаривают. Поэтому проверьте свою команду и убедитесь, что в вашей жизни есть мудрые люди. Так мы подошли к следующему пункту. Слушайте мудрые советы и вы сами станете мудрыми. После изобретения интернета, смартфонов, подкастов и других источников информации мы имеем неограниченный доступ к информации. Такого в истории еще не было. Эти изобретения стали большим благословением для нас. Они открыли нам разные взгляды на многие вещи, которые без них мы бы никогда не узнали. Но минус всего этого в том, что есть множество кроличьих нор, в которые мы можем провалиться благодаря нашим онлайн-поискам и глубоким погружениям в киберсубкультуру. Благодаря ссылкам в гугле или нескольким рекомендованным видео в ютубе, мы можем оказаться в очень странном месте в интернете. Мы можем решать, что именно мы будем слушать и смотреть и какие мнения и голоса мы хотим впускать в нашу жизнь. Это может лишь укрепить наш индивидуализм и укрепить, а не расширить наше мировоззрение. Алгоритм рекламы в социальных сетях работает так. Они анализируют ваше предпочтение и то, во что вы верите, а потом предлагают вашему вниманию людей, бизнесы и товары, которые соответствуют вашему мировоззрению, чтобы заработать на вас больше денег или получить вас в качестве подписчика. Чем более узкими становятся ваши взгляды, тем мудрее мы начинаем считать себя и думаем, что наш путь самый лучший. И тогда нас не должно удивлять, что нам не очень интересно или не очень приятно слушать советы или мнения других людей. Все мы иногда чувствуем себя так. Я так уж точно. именно поэтому в притче 12-15 сказано, глупец считает, что путь его прям, но мудрый прислушивается к советам. Мы можем наблюдать за другими людьми и думать, я бы никогда так не поступил. Или мои методы куда лучше. Но так уж устроен мир. Мы часто думаем, что наши методы самые лучшие. Мы поднимаем свою самооценку, смотря нас высока на взгляды других людей. Чем выше мы оцениваем собственные взгляды, тем больше мы не желаем слушать советы других людей, особенно если они предлагают то, что противоречит нам. Мы убеждаем себя, что мы такие великие, хотя на самом деле мы глупые, но это можно изменить. Для этого нужно смиренно признать свою ограниченность и начать прислушиваться к другим людям. Но я не хочу, чтобы вы ушли отсюда просто с мыслью, что было бы неплохо прислушиваться к Богу и к другим людям. Если вы похожи на меня и вас расстраивает, когда другие пытаются дать вам совет и поэтому вы их игнорируете, то вам нужно узнать о цене проигнорированного совета. Притчи 15.10 «Оставляющего путь ждет жестокий урок, ненавидящий упрек погибнет». Пункт 4. Игнорирование советов ведет к смерти. Думаю, такого вы не ожидали. Возможно, вы думали, что вам будет очень плохо, если вы проигнорируете хороший совет или же вы упустите прекрасную возможность. Нет, вы умрете. Притчи 15.10 говорит прямо, что ненавидящий упрек погибнет. Возможно, вы думаете, что это всего лишь гипербола, используемая, чтобы подчеркнуть важность совета. Я бы сказал, что это правда в буквальном и духовном смысле. Представьте, что вы планируете сделать что-то опасное, а кто-то советует вам не делать этого, то вы можете либо принять эти исправления, либо игнорировать их. Если вам не нравится слушать мнения других людей, то вы можете принимать очень плохие решения в итоге. Например, мне говорили, что я не должен заниматься скалолазанием без хорошего снаряжения. И в большинстве случаев я прислушивался к этому мудрому совету. Но однажды я поднимался на чиф и сквомиш и проигнорировал этот хороший совет. На этом подъеме было 16 углублений, а это значит, что на каждом из них мы с другом должны были установить анкерное крепление и страховку. А это много работы. В итоге это заняло у нас 8-9 часов. На середине пути был участок, который казался очень простым. Мы решили, что там не нужно ни анкерного крепления, ни страховки, и можно лезть просто так. Я поднялся на 6 метров и понял, что могу сильно пораниться, если упаду. Но я продолжал подниматься, потому что думал, что вершина уже близко. Оказалось, что та часть уступала дальше, чем я думал. А в один момент я завернул за угол и оказался на новом пути, а под этим углом я был уже в 35 метров над землей. Если бы в тот момент я соскользнул, то я бы погиб. Из-за этого я начал нервничать, и мои ладони сильно вспотели, так что тальк уже не помогал. Я боялся соскользнуть вниз, поэтому сунул руку в трещину в стене, чтобы как-то зацепиться и не полететь вниз. В тот момент я забыл, что у меня на руке часы Apple, и засунул руку в трещину в скале, и раздавил часы. На самом деле это была небольшая плата за мою глупость и напоминание, что мне всегда нужно было снаряжение, каким бы легким ни казался подъем, а также не нужно носить хорошие часы в поход. Притчи 15.32 «Пенебрегающий наставлением презирает себя самого, а внимающий упреку обретает рассудительность». Если я говорю, что люблю свою жизнь и что мне важна моя жизнь, но потом вы видите, как я поднимаюсь на скалу без должного снаряжения, то можно смело сказать, что я пренебрегаю собой, а мне совсем не важна моя жизнь. Внимание к советам может быть вопросом жизни и смерти. Чем больше мы игнорируем хорошие советы, тем дальше мы идем по тропе, ведущей к смерти. Что касается советов, то на кону не только наша физическая, но и наша духовная жизнь. Благая весть об Иисусе, Христе, настолько простая, что даже ребенок может ее понять, но при этом она такая глубокая, что нужны самые светлые головы в истории, чтобы познать широту, ее истины и ее практические применения. От Иисуса мы узнаем, что он единственный путь к Богу, а чтобы примириться с Богом, каждому человеку нужно принять то, что он сделал на кресте. У нас также есть Библия, которая может стать для нас крепким основанием во всех сферах нашей жизни. Но, как я говорил еще в начале проповеди, Библия говорит не обо всех вопросах, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Для этого нам нужна мудрость, чтобы мы знали, как применить Божью истину. Это мудрость для духовной жизни. Например, сожительство или проживание с вашим романтическим партнером до вступления в брак распространенное явление в нашей культуре среди христиан и среди неверующих. У людей есть множество доводов в пользу этого образа жизни. Например, вам нужно проверить человека до того, как вступить в брак или жить вместе экономнее и практичнее, особенно в Ванкувере и так далее. Вдобавок к этому, нигде в Библии не сказано, что вы не можете жить с любимым человеком до брака. Если это так, так почему же христиане выступают против этого? Это грех? Это плохо? Все сводится к тому, что нам нужна мудрость и хороший совет. Возможно, Библия ничего прямо не говорит о сожительстве, но в ней много высказывания о сексуальности, чистоте, брачном завете и верности одному сексуальному партнеру. И если собрать все это вместе, то все эти факторы явно противоречат концепции сожительства. Если вы выступаете за то, что христиане могут жить вместе до брака, но при этом вы не читаете то, что Бог сказал о браке, и вы не спрашиваете совета у мудрых людей, не хочу расстраивать вас, но Библия называет вас глупым. Такая глупость может привести вас к духовной смерти. Помимо того, что говорит Библия, мудрость и опыт говорят нам, что сожительство создает огромное количество ненужных искушений для занятия сексом вне брака. Также есть очень много людей, для которых сожительство стало плохим опытом. Люди часто расстаются из-за недостатка посвящения, которое есть в браке. Согласно статистике, отношения, в которых люди жили вместе до брака, чаще заканчиваются разводом. Разве не удивительно, когда статистика совпадает с истиной Божьего Слова? Пример с сожительством куда более сложный. В нем много нюансов, на которые у нас сейчас нет времени. Если вы не знаете, что вам нужно делать в подобной ситуации, и вы хотите поговорить об этом, то можете написать мне. Я буду рад пообщаться с вами. Я также рекомендую вам найти мудрого наставника. В нашей церкви таких много. Они с удовольствием выслушают вас и помогут вам в этих вопросах. Совет, который вы получите от них, может спасти вашу жизнь. Когда мы получаем хороший совет, касающийся нашего физического или духовного благополучия, это действительно спасает нас от смерти. Так мы подошли к последнему пункту. Хороший совет ведет к жизни. Звучит хорошо. Хороший совет ведет к жизни. Притча 24-6. Ведь чтобы воевать, тебе нужен мудрый совет, а для победы много советников. Я поднял сегодня много разных тем. Некоторые из них я специально не разобрал до конца, потому что проповедь не может затронуть и решить все важные для нас вопросы. Ее цель совсем не в этом. Раньше я думал, что воскресной проповеди достаточно, чтобы получить духовное наставление и направление для жизни. Но я ошибался. Воскресная проповедь очень далека от того, что нам нужно, чтобы почитать своей жизнью Бога. Наша жизнь слишком сложная, чтобы руководствоваться в ней всего одним христианским посланием в неделю, тогда как мы ежедневно слышим тысячи антихристианских посланий в СМИ, в социальных сетях от друзей и знакомых. Ваша жизнь и ваши отношения с Иисусом слишком важны, чтобы ограничивать их одним церковным собранием в неделю в качестве источника советов. Поэтому мой вам совет, если вы говорите, что ваше отношение с Богом самое важное, что есть в вашей жизни, то убедитесь, что это видно по вашей жизни. У нас ежедневно возникают вопросы, в которых нам нужны стоящие советы, чтобы принять мудрое решение. В первую очередь нам нужно каждый день приходить к Богу, читать Его Слово, искать Его в молитве, чтобы получить самый лучший совет. Но кроме этого, нам нужно искать совета мудрых людей, которые нас окружают. Победа в жизни и решения, которые мы принимаем, тесно связаны с тем, кому мы позволяем говорить в нашу жизнь. Жизнь — это борьба. Мы каждый день переживаем атаки. Дьявол искушает нас. Темные силы этого мира угнетают нас. Нам нужно принимать множество решений, и они могут привести к хорошему или к плохому. И от нас зависит, кого мы будем слушать, чтобы принимать лучшие решения, ведущие к жизни. В наши дни мудрость кажется утраченным искусством. Когда люди предлагают нам совет, мы склонны думать, не говорите, что мне делать. Но из книги притчи мы узнали, что слушать советы очень мудро. Как бы сильно нам это не нравилось, но иногда это вопрос жизни или смерти. Поэтому давайте восстановим утраченное искусство мудрости. Давайте смиримся и будем слушать хорошие советы от Бога и от других людей. Таким образом, наша жизнь неизбежно будет походить на жизнь Иисуса и окажет вечное влияние на наше окружение, если мы будем жить так, как призывает нас Бог.